Один-два наглядных примера покажем, то есть по сайту и по системе. Можем начать сразу перейти к алгоритму. По сути алгоритм в основном по Эмиратам он более-менее такой лояльный, там все более быстро происходит. В Турции у нас из-за больших объемов, к сожалению, алгоритмы очень жесткие, и их нарушать зачастую невозможно. Если идут нарушения, тогда, ну, естественно, мы туристов не оставляем, мы им оказываем помощь, но уже по другим условиям. Я сейчас включу, поделюсь своим экраном, секундочку. Вы видите алгоритм, правильно? Так, окей. Начнем с того, что первым правилом нашего алгоритма является связь наших туристов с нами. То есть гости, когда прилетают в Турцию, они должны как можно скорее связаться с нами. Минимальное время для связи с ними, чтобы мы могли им организовать ПЦР-тестирование в отеле, не выезжая за пределы, то есть чтобы они не ездили в больницы или в медучреждения для сдачи тестов, это 96 часов. То есть за 4 и более дней туристам нужно с нами связаться. Они могут оставить заявку, и потом эта заявка уже принимается в работу. Связываются они по указанному номеру. Плюс 90, 530, 176, 65, 23. При наборе, в котором, то есть они любое сообщение туда могут написать, приветствие или там, ну любое просто цифру написать, им автоматически высылается короткая ссылка с направлением на систему регистрации автоматически. Автоматической регистрации. Для чего это сделано? Во-первых, для упрощения и удобства, чтобы люди могли в любое время зарегистрироваться. То есть потому что у нас по телефону регистрацию мы можем проводить только в рабочее время. Это не связано с тем, что сервисный центр не может принимать звонки. Мы можем принимать звонки круглосуточно, мы так и делаем. Но регистрация на ПЦР-тестирование ограничена рабочим временем. Это сделано для того, то есть это была консолидация с медучреждениями, потому что они точно так же принимают заявки в периоды рабочего времени. Поэтому, чтобы туристам более было удобно и в ночное время, если у них есть время зарегистрироваться, мы их переносим автоматически на систему. Система адаптирована через наш официальный сайт. Плюс, секундочку, сейчас. Здесь автоматически у нас при посещении сайта можно сразу перейти на этот алгоритм. То есть здесь вот вы видите на английском языке, туристы этого окна не видят. Туристы сразу, когда получают ссылку, они переходят, то есть сразу вот на вот это вот окно. Здесь два выбора. Они могут продолжить чат через WhatsApp или же через мобильное приложение, если им помогает заполнять эту систему ГИД через свой компьютер или планшет. То есть выбирают более удобную платформу. В принципе, через компьютер, так как я вам сейчас это показываю, то есть система одна и та же, одни и те же вопросы задают, просто оболочка адаптированная. Переходим, грубо говоря, к регистрации. Здесь сразу можно, нажав двоечку, продолжить на русском языке. Система начинает приветствовать и просит заполнения информации. Я вас убедительно прошу и настойчиво прошу, чтобы вы всем туристам, которые выезжают в Турцию, рекомендовали и настойчиво просили их заполнять все свои данные не кириллицей, а латиницей по паспорту, потому что результаты тестов, результаты, то есть забор тестов, все производится в соответствии с информацией по международному паспорту, в котором, то есть таможня Турции руководствуется только латинским языком. Любая ошибка, допущенная при заполнении, полностью отражается, то есть она переходит под ответственность самих туристов. Поэтому попросите их обязательно заполнять только и только исключительно на латинице и только ту информацию, которую запрашивает PCR-тест. Здесь вот вы видите, какой услугой вы хотите воспользоваться. Первое, второе и третье. В основном пользуются первой и второй услугой. Информация о результатах PCR-тест автоматически высылается на почту, которая будет далее указана в этой же системе. Если мы хотим записаться, нажав единичку, далее идет уже оповещение информационное, потому что многие люди имеют стандартные вопросы, чтобы эти вопросы сразу отсекать, имеются сразу соответствующие объяснения. Сколько человек будет сдавать тест? Введите число людей, которые будут сдавать тест. Вы можете подать запрос на PCR максимум для 15 человек. То есть данная система была разработана с учетом ваучеров, максимальным количеством в одном ваучере. То есть человек может ввести сюда 15 или 10 или 2 или 1. Единственная разница, что информацию об отеле, то есть по одному ваучеру и электронную почту, адрес и телефон для связи, они будут указывать всего один раз. Всех остальных они будут автоматически регистрировать. Имя, фамилия, номер паспорта. То есть данная система упрощает групповой ввод в систему и регистрацию группы людей более чем 2-3 человек. Продолжим. Я, например, покажу на своем примере регистрацию для одного человека. Здесь спрашивают дату обратного вылета, дата посадки на рейс, дата назначения теста. ПЦР будет определена в соответствии с датой вашего возвращения. То есть это объяснение, для чего просят эту дату указать более точную. Потому что если будет ошибка, у нас люди допускают ошибки, указывают август. Если человек опаздывает, то есть если он в последний, например, если он в последние 2 дня обращается к нам или в последний день, система его не регистрирует. Она автоматически выдает ему телефон горячей линии, куда он должен позвонить. Потому что у него уже нет времени на регистрацию, резервирование, бронирование через лабораторию. То есть он уже в экстренном порядке должен с нами связаться. Естественно, мы его направляем в медучреждение, где ему очень быстро оказывают соответствующую услугу. Здесь мы укажем, сегодня у нас 14-е, укажем 18-е. Время вашего обратного полета, как указано в ваучере, обязательно нужно указывать. Потому что в соответствии с этим, что если у кого утренний рейс, естественно, ему вечером предыдущего дня тест проводить нет смысла, он опоздает. Грубо говоря, укажем 15-0-0. Система простая, направляет главное вводить именно те данные, которые просят, и ничего лишнего. В каком городе находится наш отель «Анталья»? Номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Адрес электронной почты можно указывать любой, потому что очень много разных доменов, разных адресов. Система отсекает те, если не указан адрес домена, или же ошибочно не указали собачку. Но если человек допустит ошибку, к сожалению, почта электронная будет введена неверно, и результаты уйдут на ту почту, куда он указал. Имя, фамилия обязательно указывать по паспорту. Многие люди пишут «человек один», «человек два», «человек три». То есть этого делать не нужно. Система сама будет это все регулировать и запрашивать. В крайнем случае, если они на троих зарегистрировались и остался еще один лишний, они могут его дополнительно отдельно зайти зарегистрировать. То есть это тоже позволяется. Когда мы делаем поиски, резервацию по номеру ваучера, мы всех этих четырех человек видим отдельно у себя в системе. То есть они не пропадают. Главное, пусть зарегистрируются. Могут отдельно, может группой, могут частями. Дата рождения в данном случае. Я не буду комментировать здесь, потому что в принципе комментировать нечего. Главное, чтобы вводили именно так, как все указано в документах. В казахстанских наших паспортах в основном номер паспорта начинается на букву «Н» латиница. Ее можно не вводить. Можно вводить. В принципе, это сильно разницы не имеет. Эта аббревиатура и означает номер. Поэтому не важно. Все. Наша заявка практически завершена. Общая информация. Он нам показывает основную информацию, которую мы только что ввели, чтобы мы могли проконтролировать. Если нужно, заново ввести. Далее. Пожалуйста, выберите действие, которое вы хотите сделать. Окончательно подать заявку на прием сведенной информации. То есть вот с этой информацией. Или же добавить контакт. Если мы добавим контакт, то он добавляет еще одного человека. Или же продолжаем заявку и завершаем ее. Нажав «1», мы завершаем свою заявку полностью. Система нам сейчас выдаст информацию относительно реферативно-идентифицированного номера. Нашего личного номера. Номер нашего дела. Ваша заявка принятая. Регистрационный номер. Сохраните этот номер для дальнейшего входа в систему. То есть после того, как они зарегистрировались, за день до проведения теста, гости могут войти опять в эту систему и запросить время проведения своего теста. То есть им система сразу выдаст место и время, где его будут проводить. Сейчас у нас поступает колоссальное количество запросов. То есть сегодня 14-е. Я вылетаю 18-го. После регистрации сразу запрашивать время не нужно. Его сразу автоматически система не определяет. То есть мы приняли заявку, ее проверяют по бордеру, присутствует услуга или нет. Если присутствует, далее направляется на бронирование в медучреждение. Медучреждение подтверждает нам время, сообщает, что тест будет проведен в соответствии с вылетом. У нас 18-го числа вылет. Тест будет проведен или 16-го, или 17-го. В виде загруженности региона, бригада, мобильная бригада нам сообщает, что мы можем тест провести 17-го числа в 12 часов дня. Эта информация автоматически отображается в систему. И вот только тогда турист может ее увидеть. Что вот у него время на 17-е число в 14 часов дня. По стандарту он эту информацию может увидеть с 16-го вечера. То есть я сейчас уже по памятке покажу еще раз наглядно. Давайте перейдем к памятке. То есть я вам показал сейчас, как система действует. На WhatsApp она совершенно идентичная. Такая же, никакой разницы нет. Теперь пройдемся по памятке. Я извиняюсь. Для связи нужно с туристом с нами связаться по указанному номеру, как я и говорил. Далее им будет выдана ссылка на систему. Если они зайдут напрямую на сайт RemedHealth.com, здесь есть вот это окно регистрации. Его тоже мы указали, чтобы они не терялись. Везде не кликали и потом к вам не обращались, что система не работает, нет PCR-теста. Еще раз повторюсь. При обращении на вот этот номер туристам автоматически выдается ссылка уже вот этого окна, где они могут напрямую переходить в систему на чат-бот. То есть они не на сайт сам переходят, а уже на окно самого PCR-тестирования. Далее, также можно позвонить на горячую линию, по которой можно зарегистрировать свое обращение и оставить заявку. То есть оставить заявку можно, еще раз повторюсь, с 18.30 до 18.00. Это на телефоне, на чате и на чат-боте на этой системе. Круглосуточно можно оставлять заявку без проблем. Секундочку. Я извиняюсь еще раз. Видно, правильно? Никакого сбоя нет. Коллеги, кто-то написал комментарий N в паспорте означает национальный. Они могут его вносить, могут не вносить. Для нашей системы это не принципиально. То есть мы результаты тестов предоставляем на основе заполнения документов на месте, когда мобильная бригада приезжает, они на месте заполняют документы, берут информацию о их паспортных данных, и только потом им уже выдают результат в соответствии с национальным паспортом. Для нашей системы буква N критического значения не имеет. Я поэтому указал, что они могут указывать, а могут и нет. Как и происходит на самом деле. Кто-то указывает, кто-то нет. Продолжим по регистрации. На горячую линию в основном мы нацелены предоставлять услуги именно тем туристам, у которых вылет через 3-4 часа, через 5, они не получили результата. Или же по какой-либо причине указали неправильно почту свою, и результат к ним не пришел. Для этих людей и нацелена горячая линия. То есть чтобы мы понимали, для чего она нужна. Чтобы мы могли действительно экстренным людям оказать соответствующую поддержку, чтобы они не остались. То есть несмотря на то, что это их ответственность, мы их не можем про них здесь забыть. Далее. После регистрации система предоставляет индивидуальный регистрационный номер, о котором мы вам показали. Далее. После сбора и полной регистрации в системе сервисный центр сообщает туристам информацию о дате и времени проведения ПЦР-теста на указанной туристами электронную почту или мобильный номер за 2 дня до вылета. То есть за 2 дня до вылета сообщается информация, где будет проведен тест. За день до вылета проводится непосредственно сам тест. Обязательно зарегистрированным туристам, не получившим информации о дате и времени по любой причине, нужно к нам обратиться. То есть или по WhatsApp, или же по телефону горячей линии. Я секундочку. Коллеги, сейчас видно у нас PDF-документ, памятку? Коллеги, я попрошу в чат сейчас комментарии, ну, относящиеся или не относящиеся, пока не писать, потому что я параллельно чат не отслеживаю. И если отвечать на вопросы в чате, тогда мы потеряем основную цель нашего вебинара. Надеюсь на ваше понимание. Давайте продолжим. Я закончу и потом уже постараюсь на ваши вопросы ответить. Далее перейдем к основному вопросу, что информация о времени и проведении ПЦР-теста приходит на почтовый адрес самих туристов. Если по какой-либо причине за два дня до вылета туристы зарегистрировались, то есть ранее, и им не пришла информация, вот им нужно связаться также с горячей линией, с телефоном горячей линии. Там мы им эту информацию предоставим и нужные корректировки внесем, чтобы гости не пострадали. Далее, также необходимо проверить WhatsApp-диалоговое окно, в котором ранее велась переписка с сервисным центром. Несмотря на то, что они общаются с чат-ботом, их диалоговое окно также сохраняется. Это на всякий экстренный случай. Если вдруг у нас бывают очень пожилые пары, которые действительно не владеют ни интернетом и нет возможности у кого-либо уточнить или самостоятельно это все провести, для них мы дополнительно можем сделать какое-либо исключение. Но это не для всех. К сожалению, просьбы им тоже окажите, этим тоже помогите. Мы просто их будем отсекать. Именно будем помогать людям, тем, которые действительно в этом нуждаются. Потому что ресурсы, если их неправильно распределить, то мы не сможем оказать помощь тем, кто вовремя соблюдал условия. Если в вышеперечисленных действиях никакой информации не обнаружено, тогда туристам необходимо связаться опять же с сервисным центром. Вышеперечисленные действия, это подразумевается проверить почтовый адрес, проверить WhatsApp, диалоговое окно. Многие просто проверив почту, не увидев ничего, выходят. Нужно проверить и спам папочки, и корзину, может нечаянно удалили. То есть полностью почту тщательно нужно проверить. Третье, касательно забора тестов. Забор тестов непосредственно проводится в отеле или в медицинском учреждении. Секундочку. Ежедневно в промежутке с 9 до 21 вечера, с 9 утра до 21 вечера. Примерное время проведения с 48 часов до вылета и до 24 часов. То есть в предпоследний день до вылета. Это нужно для того, чтобы было как минимум 24 часа до вылета для проведения теста и предоставления своевременного результата. Секундочку. Обязательно при сдаче ПЦР-теста туристы должны иметь с собой копию паспорта и копию обратного билета с ваучером или же ваучера. Естественно, в котором будет указано, что данная услуга включена. Но мы ее проверяем по бордеру. С группой ТУИ у нас налажена данная работа. Мы своевременно, очень быстро ее проводим. То есть в данный момент практически у нас таких казусов не было, что когда у кого-то включен и не проводилось или проводилось, но он у него не включен. То есть это все своевременно оповещается и информируется. Далее, четвертое. То есть здесь на третьем этапе самое главное запомнить и сообщить туристам, что тест будет проводиться за два дня до вылета. То есть заранее не нужно требовать услугу, не нужно требовать, когда проведут. То есть это по стандарту. Вы прилетели 10-го, улетаете 20-го. Тест вам будут проводить максимум или 18-го, или 19-го. Об этом вам сообщат уже 18-го вечера. То есть вы уже будете знать, когда у вас будет тест. Но не 15-го и не 10-го, когда вы прилетели. 10-го вам нужно зарегистрироваться. То есть это самая главная функция, чтобы мы могли заранее все забронировать и гости могли планировать свой отдых. Далее. Результаты ПЦР-теста будут предоставляться в течение 24-х часов, с момента забора. По сути, они намного ранее предоставляются, но 24 часа – это официальное время, которое нам указали, поэтому мы от него и отталкиваемся, чтобы наша общая с вами ответственность в этом не легла на нас. То есть мы, чтобы лишний раз людям не обещали того, чего не сможем выявить, даже в форс-мажорных ситуациях. Обязательно, обязательно предупредите туристов, гостей, чтобы они проверяли свои почты, рабочие они. У многих они зарегистрированы на телефонах, но последние лет 5 они даже не проверяли эту почту. Прилетают сюда, и они не могут разобраться, как ее запустить. У нас были моменты, когда предоставляли почту кого-либо из соседних туристов, кто с ними отдыхал. Результаты приходят, а этот турист уже вылетел, улетел, он раньше улетел, понимаете? И тогда гости просто остаются в пустоте и в вечернее время. То есть и гида, естественно, нет, то есть в отеле. Ну и результатов также нет. Поэтому вот эти вот моменты всегда пусть указывают свои почтовые адреса. Далее, важные примечания. Туристы, обратившиеся для проведения ПЦР-тестов в промежутке менее 96 часов до вылета, будут направлены только в медицинское учреждение, так как списки бронирования ПЦР-тестов в отеле составляются за 4 и более дней перед вылетом. Транспортировка оплачивается с их стороны самостоятельно. Данное предупреждение мы посчитали важным, чтобы потом к вам претензий не было и к нам также, потому что это обязательная вводная алгоритма. Здесь ниже данной памятки приведен примерный случай, чтобы мы понимали, о чем мы идем, то есть с чем мы имеем дело, о чем идет речь. Туристы, вылетающие 30 числа в 13.00, должны обратиться как минимум 26.00 числа в 13.00 по времени страны пребывания, то есть по времени Турции, потому что время указывается по стране пребывания, или же по времени Эмиратов. Туристы также могут свободно обращаться и 25.00, и 24.00 числа, естественно. Далее им бронируется время забора ПЦР-теста примерно 29.00 на 10.00 утра. Эта информация им сообщается за один день до проведения самого теста, то есть к вечеру 28.00 числа. Вот эту информацию прошу доносить, чтобы они вас лишний раз не дергали. Мы зарегистрировались, грубо говоря, 20.00, где у нас нет результатов, 21.00 у нас нет результатов, 22.00 у нас нет времени. То есть просто так люди будут вам звонить и звонить и звонить. Легче нам им один раз донести эту информацию. Если при наличии бронирования времени, тестирования и последующем отсутствует туристов, такое тоже часто бывает, люди уходят на море, на пляж, перекусить, думают, что их будут очень долго ждать. К сожалению, мобильные бригады расписаны по минутам, они не могут ждать более 5 минут. Мы просто очень сильно настояли и попросили время ожидания сократить до 5, то есть увеличить до 15 минут. Потому что опоздав в одном месте, они, естественно, едут уже к другим туристам с опозданием, а те, не дождавшись, уходят. И понимаете, люди, которые не нарушили, то есть пришли вовремя, начинают страдать из-за тех, кто не пришел вовремя. Это неправильно, и тогда ответственность ложится на нас, то есть за тех, кто ушел, не дождавшись. Поэтому машина мобильной бригады будет ждать не более 10 минут, то есть 15 минут, это между нами, мы с вами знаем. 10-15 минут максимум, что можно позволить для ожидания. Я надеюсь, что эту информацию также вы донесете до туристов. И в случаях более поздного обращения, когда туристы к нам обращаются, если они вылетают 30-го, обращаются 27-го, 28-го, 29-го, мы их, как и говорили, направляем в медицинское учреждение. Есть случаи, когда обращаются в день вылета, у нас через 10 часов вылет, тогда мы никакой ответственности вообще не несем, мы об этом предупреждаем. Ниже по памятке также указано, что за результаты данных тестов мы ответственность не несем, потому что они нарушили алгоритм. Ну и ниже указаны особые условия, что данный тест проводится при возвращении застрахованных туристов в Республику Казахстан, оплата за него должна проводиться до осуществления перелета туристами из Республики Казахстан в соответствующую страну через туроператора. Все указанные услуги предоставляются только при соблюдении вышеперечисленного алгоритма, в ином случае страховая компания на МАДН и его партнеры и или исполнители, то есть вы, мы и медицинские учреждения, туристические операторы, а также сервисный центр Ремид Ассистанс ответственности за все возможные последствия не несут. ПЦР-тест не предоставляется и забор теста не осуществляется, если турист находится в состоянии алкогольного опьянения, тоже часто встречается, или турист в заранее назначенное время опоздал на забор более 15 минут. Несмотря на то, что вот это вот условие у нас есть, мы в любом случае люди, которые опаздывают, их направляем в медучреждение, то есть мы их не оставляем, мы туристов, наших общих гостей, в любом случае доводим до разумного окончания проведения теста, в любом случае. На этом по памятке я закончил. Если у вас есть какие-либо вопросы, я приостанавливаю трансляцию своего экрана. Могу теперь по вопросам посмотреть. Относительно сложности я могу вам прокомментировать, что обращаются с вопросами порядка 6-7% всех туристов. Вся остальная масса туристов проходит тесты без проблем, получает результаты и вылетают. Это международная практика, то есть по данной практике многие работают очень свободно. Относительно почему не запускают в отель. В Турции есть договоренности с отельными врачами, они принадлежат какому-либо врачу или какой-либо больнице, на основании которой, ну, они, естественно, за это платят аренду. И, естественно, они могут предоставлять ПЦР-тесты за дополнительную плату. Поэтому они мобильные бригады могут не запускать на территории отеля. Относительно этого вопроса мы вчера с госпожой Салтанат провели переговоры, мы пришли к консенсусу и к решению. Я предоставил список отелей, в которых мы можем проводить на территории отеля ПЦР-тестирование. И данная услуга будет предоставляться именно туристам, которые едут отдыхать именно в эти отели. Секундочку. Сейчас меня слышно? Я понял. Тогда я включаю видео далее. Относительно стоимости 17 евро каждый отель может выставлять личную стоимость. У кого-то выше, у кого-то ниже. У нас был буквально позавчера случай в отеле то есть людей мы направили в медучреждение, они не захотели проехать, сдали тест, счет им выставили 180 долларов за один тест. То есть ситуация может быть меняться как дешевле, так и дороже. Риксас Бабль Бахр вылет 18-го оплату делает сам Эмират. Обязательно ждать ответа ТАСТПИ. Туристы не ждут бригаду, так как в Арабских Эмиратах этой услуги нет. Едут сами на назначу медучреждения. Если оплату делает сам Эмират и людям не выставляет стоимость, конечно, они могут принимать решение не ждать ответов или же их ответственность полностью. Да, я немножечко про Рассельхайму давайте подключусь. Коллеги, все верно, в Рассельхайме у нас на обратный путь вы можете посмотреть там ПЦР-тест вообще не заложен, потому что туристы на ресепшене себе самостоятельно заказывают такси, бронируют день, в этом Вальхам-Рамол они могут сдавать либо в их госпитале в Рассельхайме. И они самостоятельно туда едут и сдают, им потом на почту приходят эти результаты. То есть в регионе Рассельхайма это все абсолютно делают самостоятельно сами туристы. Да, я могу добавить, что в Рассельхайме, чтобы получить эту услугу, им нужно обязательно на ресепцию отеля обратиться, чтобы они заявку отправили. Или же гидам, чтобы эту заявку отправили и провели в свое время. если туристы не оплатили заранее на месте, конечно, они могут зарегистрироваться. Мы заявку проверяем вместе с коллегами из ТУИ. Если они нам сообщают, что проплата была или не была в соответствии с этим, мы предупреждаем туристов. Естественно, все это организовывается в соответствии с оплатой самостоятельной. Относительно прививок в Казахстане. Если есть прививочный паспорт, то делать ПЦР-тест не нужно. Да, все верно. На обратный путь резидентам Республики Казахстан, которые прошли все этапы вакцинации в Казахстане, они могут не сдавать ПЦР-тест, а предъявить свой паспорт вакцинации. Все верно. По стоимости в среднем по ПЦР цены разнятся, начиная от 17 евро, как вы и сказали. они иногда предоставляют в течение 24-28 часов вот эти более дешевые стоимости, и она может разниться в принципе до 200-300 долларов в зависимости от отеля, ситуации, экстренности. То есть цены как таковой стандартной по региону нет. Детям до 6 лет при прилете в Турцию насколько мне известно не сдают тест, но при возвращении есть обязательство авиаперевозчика детям от 5 и от 5 и выше лет обязательно сдавать ПЦР-тест. То есть вы столкнетесь с тем, что по прилету вы в Турцию не сдавали, но при вылете обратно домой в Казахстан вам обязательно нужно будет для этих детей сдавать тест. То есть граница 5 лет и выше. Коллеги, хоть сколько дней может пройти с момента вакцинации? Главное, чтобы был паспорт вакцинирования. Если им уже определили, что этот человек вакцинирован и он имеет право носить этот паспорт, то есть это уже подразумевает, что человек вакцинирован, то есть вакцина действует, поэтому с этим паспортом можно пересекать границу Турции и обратно в Казахстан. Это по-обратному, это да, это обратно могут с паспортом вакцинации, даже если не прошло 14 дней. А вот когда летят туда, в Турцию, да, должно более 14 дней пройти, потому что если менее на борт с таким не посадят. Турция, потому что не принимает, если прошло менее 14 дней. Но зато Турция принимает справку на антиген, переведенную на английский язык. Поэтому, в принципе, если вы вакцинировались и у вас еще не прошло 14 дней, вы можете сдать на антиген, перевести на английский язык, нотариально заверить и с этой справкой пройти. У нас на сайте в отделе важно, это вся информация коллеги есть. Я в самом начале вебинара показывала на сайте, где это найти, поэтому вот по детям, кому со скольки лет сдавать, как с 14 дней, как на обратный путь, это все абсолютно есть на нашем сайте в разделе важно Турция FIQ, поэтому, пожалуйста, заходите, можете с телефона заходить без проблем. Конкретно еще, если остались по алгоритму именно прохождения ПЦР-тестов в Эмиратах либо в Турции, вы, пожалуйста, задавайте, если нет, то, в принципе, мы, наверное, будем уже заканчивать. Согласен с вами, Людмила. Единственное, я хотел предоставить информацию, а можно туристам сразу по прибытию в отель заполнить заявку, а то могут забыть. Совершенно верно, об этом и гиды здесь на месте предупреждают, и на инфо-встречи дается информация, то есть данные памятки мы также предоставили встречающей стороне ТУИ-группы, они на месте также во время инфо-встречи все это сообщают. Но все мы знаем, что люди приезжают отдыхать, и поэтому у них ответственность на минимуме, можно так сказать. Поэтому многие забывают, и в последний момент приходится регистрироваться. Спасибо вам еще раз большое. Да, коллеги, большое вам спасибо. Спасибо, что выделили время в такой напряженный сезон. Надеюсь, сейчас вам стало все намного яснее и понятнее. Вопросов по чат-боту по записи на ПЦР уже должно стать меньше. Видеозапись, да, конечно, обязательно будет. вот, тут еще задали вопрос Нурфиям про 14 дней, что в аэропорту сказали, что это отменяется. Нет, абсолютно не так, такого не было отмены. В Турцию по-прежнему должно пройти более 14 дней с момента приема последнего компонента вакцины, только после этого туристы могут прилететь в Турцию без ПЦР-теста с паспортом вакцинации. Вот. Ну все, большое всем спасибо, большое спасибо Эльмшан. Хорошего вам дня. Коллеги, вам благодарных туристов. Мы с вами на связи во всевозможных чатах, мессенджерах, на почте, на телефоне и так далее. Обязательно. Всех вас благодарю, хорошего вам дня, отличных продаж и, конечно же, через Туи Казахстан. Большое всем спасибо, до свидания. Продолжение следует...